Здравствуйте! Программа «Человек на карте мира» на открытом канале. С вами Наталья Клынина. Сегодня мы встречаемся с Александром Смирновым, который занимается фотографией и любит путешествовать. И каждый год в зимнее время уезжает жить и работать во Вьетнам, на остров Фокуок. Александр, здравствуйте! Наш проект «Человек на карте мира» посвящен саратовцам, которые решили уехать из города, уехать из страны и искать счастье и работу где-то в другом месте за границей. Вы у нас не совсем обычный герой, потому что нельзя вас назвать ни экспатом, ни иммигрантом. Получается, что вы живёте и работаете на две страны. Да, я зимой уже пятый год здесь, на острове Фокуок, во Вьетнаме. Пока всё устраивает. Не знаю, я, в общем-то, ничто не загадываю, как дальше будет. Может быть, здесь вообще останусь. Может быть, пока плыву, как плывётся. Как так получилось, что каждый год вы стали приезжать во Вьетнам, чтобы здесь работать? Это были планы или это получилось чисто случайно? Я даже могу предположить, что ваша первая поездка была туристической. Ну, тут такая история, нужно начать ещё раньше. То есть в 2008 году мы с друзьями поехали в Таиланд. Правильно. Да. Это была, правильно, туристическая поездка. Мы поехали на три месяца в Бангкок и на остров Пхукет. Я, конечно, поразился этой стране и вообще Азии в целом. Людям, открытости, их позитиву, колориту местному, ну, в общем, всему. И я понял, что, конечно, две-три недели – это не вариант для путешествия и познавания мира. Поэтому у меня с той поры такая идея была, что нужно ехать на зиму. Ну, или, в общем, на дольше. И я с этим жил до 2011 года. И в 2011 году я уже решил, что всё, момент настал. Там так сложились обстоятельства, нашлись люди, которые составили мне компанию. И мы решили ехать зимовать в Азию. Это не было тогда именно Вьетнамом. То есть, можно сказать, это случайно получилось, что я вот здесь. Потому что мы думали, что мы посетим много стран, которые в этом регионе находятся. Из Восточной Азии. Начиная от Вьетнама и кончая Камбоджей, Лаосом. Ну, в общем, те же Таиланды. Мы поехали втроём с двумя моими хорошими подругами. А Вьетнам случайно получился первым, потому что здесь без визы тогда было. Ну, в общем, и сейчас тоже на 15 дней. И мы решили, что нам будет легче этим воспользоваться. И, соответственно, полетели в Ханой. Полетели в Ханой, а Лена, кстати, тоже известный саратовский фотограф, почитала в журнале, в самолёте в журнале про остров Фукук. Она говорит, Саша, хочу, жемчуг себе классный. Фукук слазит своим жемчугом. Так, для ремарки. Я говорю, Лена, ну как-то лететь из-за жемчука через всю страну куда-то непонятно. Ну, смысла нет. Она говорит, Саша, а там типа пляжи дикие, которые входят в десятку лучших диких пляжей мира. Ну, как бы она знала, чем можно взять. И таким образом мы полетели и, уже взявши билеты в Камбоджу, я здесь познакомился с человеком, у которого здесь был уже налажен бизнес, он, в смысле, русский, и с которым мы договорились, что я здесь останусь и буду работать. Это было буквально, вот я говорю, в последний день, как мы хотели бы езжать в Камбоджу. У нас были билеты на руках. В итоге... Сейчас, вырежьте просто, Полин, я сейчас занят, не мешаю. В итоге мы слетали в Камбоджу, и через 4 дня я, по-моему, вернулся, оставив девочек, которые поехали дальше путешествовать. А я остался во Вьетнаме, вернулся на остров Ухукок, и, соответственно, уже как пятый год я... Да, сам собой напрашивается вопрос, но далеко не каждый человек может так просто вот прилететь куда-то и решить остаться. Тогда получается, что ваша работа, ваш образ жизни в России мог вам позволить такое долговременное путешествие? Ну, это всё же в меру того, как вы мыслите. То есть для меня это было... То есть я себе сделал такой некий экзамен, что я для себя как-то определил, что нормальный, умный, работоспособный, хороший человек, он нигде не пропадёт. Если ты имеешь голову на плечах, умеешь наладить контакт с людьми, то тебя закинь хоть в Африку, хоть в Америку, там, ты, ну, не пропадёшь. Ну, я таким образом и... В России, в Саратове, вы занимались фотографией профессионально или ваша работа была с чем-то другим связана? Что не устраивало? Зима не устраивало. Ну, нет... Отличный повод для переезда. Закончил я вообще институт, политех наш, бывший Саратовский государственный технический университет, специальность мосты и тоннели. Мостовикам привет! Работал в Москве с 2003 года и в 2009 вернулся в Саратов. Вернулся в Саратов и потому что понял, что фотографии мне не ближе. Тогда был такой период, когда я во всяких конкурсах участвовал, во всяких движениях, тусовках. И, да, в общем-то, тут надо сказать, что я стал тема столько фотографий, ну, может, какими-то там побочными делами, которые незначительны. Ну, и да, как вы правильно заметили, что фотография, она дает некую свободу, да, то есть такой режим... Абсолютно. Давайте посмотрим видеоролики, которые прислал нам Александр. Да, сегодня замечательная погода, хорошее море. И вот она опять, это пагра и маяк. Все в Юго-Восточной Азии приблигаются на таких мотобайках. Много ли у вас конкурентов на острове, где вы работаете? И как вам удается развивать свой бизнес, привлекать клиентов? Что вы для этого делаете? Ну, сейчас, так скажем, у меня народ больше находит через соцсети, вот, можно сказать, через одну нашу соцсеть русскую, вот. И что-то здесь, да, тоже находится. А большая ли конкуренция? Нет, пока не очень. Ну, здесь и рынок не такой большой. Остров не настолько многолюдный, чтобы здесь, так сказать, хватало на этом попрессе, ну, всем. Да, это один из самых таких спокойных, расслабленных вьетнамских курортов, насколько я могу судить. И ваши клиенты, это в основном путешественники? Туристы. Туристы-путешественники, да, конечно. Ну, нет, иногда бывает и местные девочки тоже хотят поработать. Получить красивую фотосессию на фоне замечательной вьетнамской природы. Скажите, вот природа, лето, море, океан, все здорово, конечно. А в плане каких-то таких вот бытовых мелочей, особенностей комфорта, насколько пригоден вьетнам для жизни русскоговорящего человека? Кому-то нужны горячая вода, там, да, и самый, ну, у меня есть, конечно, горячая вода, но мне для счастья надо интернет, электричество и вода, ну, и чтобы была крыша над головой, да. Поэтому в этом смысле Вьетнам, он, в общем-то, меня даже больше привлекает, потому что я, я не сторонник мегаполисов, больших городов, меня подальше лучше от силуэта, мой выбор и был, как бы, обусловлен этим такой некой дикостью фукока изначально, хотя сейчас он это все больше теряет, но пока еще, пока еще таков. Вот, вот, а так здесь, конечно, можно найти и люксовые курорты, люксовое жилье, то есть каждый найдет то, что ему надо. Это так, типичное жилище, что из себя представляет? Типичное жилище – это такая комнатка, причем, если мы говорим о их традиционном жилье, это вообще деревянный шалашик, может быть, знаете, ну, тут, сами понимаете, обогревать ничего не надо, да, плюс 28, средняя температура годовая, теплое море, ну, вот именно то место, где я живу, это ко всему этому не относится. Вот, ну, и, соответственно, местные живут некоторые очень аскетичные, ну, хотя у них там стоит телевизор, есть мотобайк, им, в общем, возвращаться много не надо. А вот, ну, а теперь мы, туристы, снимаем комнатку с кроватью, вода, холодильник, стиральная машинка, ну, все есть, вполне можно жить. Вот, с точки зрения работы, чем вообще местные занимаются на острове? Это преимущественно туристично? Изначально, изначально остров Укок – это был такой рыбацкий остров, пока он еще не стал такой туристической меккой Вьетнама. Вот, то есть 90% населения жили рыбалкой. А сейчас, конечно, основное – это, да, правильно сказали, это туризм и то, что вокруг него вертится. Хотя из Укок хотят сделать большой финансово-туристический центр, здесь будут и горные зоны сейчас, пока нет такого в Вьетнаме. Здесь будут огромные, большие отели пятизвездочные, порты, ну, и, как я сказал, большой финансово-туристический центр. Я его сравниваю с нашим в Сочи, то есть у правительства сделана такая вот большая ставка на этот остров, вкладываются большие деньги, развиваются инфраструктуры, дороги, свет, как я уже говорил, там, интернет. Как относятся окружающие вас местные люди к тому, что вы, как бы так сказать, неофициально трудоустроены по Вьетнаме, то есть работаете не совсем, как бы это выражается, не совсем легально? Нет, здесь… Или здесь об этом никто? Никто, я говорю, тут важно быть хорошим человеком. Это везде важно, конечно, но тут, как я вижу, это первоопределяюще. Ты можешь быть легально устроен, да, но при этом быть не очень хорошим, тогда тебя будут воспринимать хуже. Или ты легально устроен, но при этом ты хороший человек, почему какие-то… Что значит хорошим человеком? Хороший человек – это тот, кто… Блин, такое… Как-то сформулировать даже несложно. Позитивный и готов… Позитивный, открытый, готов помочь. И, как сказать, не пользуешься людьми, вот, как сказать, очень часто в своих интересах. Все мы пользуемся людьми, но не очень часто. В Саратове мы пообщались с Ириной Славиной, знакомой Александра. Александр Смирнов – это человек с большой буквы. Этот человек обладает невероятной харизмой, он постоянно в режиме нон-стоп работает над собой, ну и, конечно, Саша бесконечно талантлив, это факт. У Саши есть душа, и это я могу сказать не только про человека, но и про его работы. То есть даже все мои друзья, когда смотрят фотографии, говорят, это Смирнов, ну, мы прям видим почерк, это классно. Сначала он мне сказал, что он просто туда уезжает на неделю, на две, и я подумала, что это, как нормальному творческому человеку, стоит что-то увидеть новое, что-то новое познать, встретить каких-то новых людей, и, опять же-таки, это некая проверка себя. Я подумала, что это просто релакс на две недели, я еще шутила при вземнемагнитик, и потом получилось, что Саша настолько это затянуло, и он приезжал в восторге, то есть он приезжал вдохновленным. Он был счастлив, что он был во Вьетнаме, и впоследствии он мне сказал, что он будет жить на две страны. Я была в шоке. То есть это нужно быть не только вольным художником, то есть получается, что и здесь у него нет серьезной такой работы, там офисной работы вот этого всего, и там непонятно, как он там живет, как он там зарабатывает, то есть тоже постоянной работы нет. Но он смог. И это еще один показатель того, что он сильный, что он в поиске гармонии всегда, и то, что он, конечно, творческий человек. Интересно, что вам приходится каждые полгода менять место жительства. Насколько это тяжело перестраиваться? Как приходится перестраиваться, что в себе менять? Если честно, что с каждым годом все тяжелее. Если это раньше было легко, кайфово, как-то драйвово, сейчас я уже испытываю такие... Ну, это, наверное, такое возрастное, может быть, хочется осесть уже, что ли. Ну, пока, в общем, нет проблем. Вещи остальные у друзей, когда уезжают дома, соответственно, в Саратове, тоже не с этим проблем. И, ну, опять же, этот образ жизни такой, как можно сказать... Почевой. Почевой, да, он начинает напрягать. Ну, потому что, чтобы делать какой-то проект, да, это требует времени, да, а сейчас этих проектов наклевывается и с другой стороны много, и нужно быть, нужно быть. А когда ты уезжаешь, тебя нет, да, и, соответственно, что-то просто простаивает. Ну, или не простаивает, оно... Ну, я думаю, понятно. Уходит. Оно уходит, ты понимаешь, что ты и тут упускаешь, и там упускаешь. То есть надо вот... Ну, это с точки зрения уже такого делового. Да, где-то надо оседать. А когда вы приезжаете в Россию на лето, тоже занимаетесь фотографией? Да. Ну, и фотографией, да, тоже занимаюсь. Последние годы немножко, как бы, уже это меньше становится. То есть больше такое, как хобби. В России мы тоже занимаемся и развитием туризма. Сейчас зарегистрировали организацию с друзьями, и коллегами, которые НКО. Да, вот об этом очень интересно, потому что сейчас у нас российские граждане остались без теплых стран на лето. Все чаще говорят о том, что нужно местный туризм развивать. Ой, как сказал мой горячо любимый господин Потапенко, государству нужно не мешать тем, кто это делает. Вот, соответственно, тут все то же самое. Дайте людям заработать спокойно, и все будет. Ну, такая беда нашего государства. Тут, в Вьетнаме, это ощущается. То есть вы, вот, лично вы с друзьями с какими трудностями сталкиваетесь? Как конкретно мешает государство? Нет, я не могу сказать, что вот лично нам сейчас что-то мешает, почему мы и занимаемся. Но вы меня спросили в общем. Я говорю, что чтобы развивался внутренний туризм, вообще, чтобы хоть что-то развивалось, нужно дать людям это делать без проблем, без главняков. Он сегодня прочитал, что Кельков отказался отель на Камчатке строить из-за того, что не поддерживает, ну, даже не то, что не поддерживает, а мешают местной власти. Ну, и никак не способствуют при том, чтобы были заверения там. Ну, это такое, прямо буквально вычисленное. Ну, вот оно все, это вся беда россияна. Как думаете, в ближайшее время все-таки возможно такое развитие? Ближайшее, чтобы государство помогало. Как-то, чтобы государство не только говорило о том, что туризм местный надо развивать, а чтобы еще что-то делало в этом направлении. Ну, Сочи сделали, да, думают, что сейчас все у всех запретим, и все в Сочи поедут. Нет, на самом деле, конечно, туристический потенциал России огромен, да, можно и, ну, можно было так это сделать, чтобы это было очень большим источником дохода, да. Возвращаясь к вашей мысли о том, что хочется на чем-то остановиться, в какой-то конкретной стране осесть, все-таки в пользу России или в пользу заграницы? Или сложно сказать? Нет, нет, я не... Осесть это не значит, что отказаться от какой-либо страны. То есть... Нет, я не говорю о том, что отказаться. То есть вот как бы принять конкретное решение, что да, вот я продолжаю жить и работать вот здесь, никуда больше не... Прекращаю имитацию. Я вижу варианты, что я могу жить и работать и там, и там. Но просто нужно где-то вот остаться сначала там, ну, в одном месте, так скажем, настроить процесс и уже заниматься чем-то другим. А вот это вот полугодичное такое метание, оно, в общем-то, пока это не позволяет. Ну, сложно сказать. А так я сторонник того, что у меня будет, скорее всего, и тут домик, и в России буду. Еще мечта Испании, хотя там еще не будут. Можете сказать, где легче работать? В России, где есть близкие, друзья, привычная обстановка, либо в Азии? Где больше свободы? Ну, свобода – это ключевое понятие. Конечно, ну, я считаю, в Азии. В Азии все легко, здесь... Ну, это, может быть, не только к Азии относится. Ну, у меня есть такое представление, что в России, конечно, очень много всего усложнено в плане работы. Ну, опять же, это уже не только я говорю. Я наблюдаю, скажем так, из-за России, да, живя здесь, ну, то есть сравнивая, да, две эти страны, где я обитаю, я понимаю, что в России есть такой некий человеко-недолюбленный, то есть между людьми. Ну, то есть очень важны отношения между людьми. Тут как-то ощущается, что вот если кто-то что-то делает, то это делается вот, ну, для народа. А вот у нас это вот, каждый по себе, такое, ну, не каждый, я, естественно, так утрирую, но в большей степени, да, хотят урбать, то есть, ну, как бы это правильно-то сказать. Любить надо народ своей, вот так, больше. То есть отношения между людьми ключевую роль для вас играют. Вот роль, это вообще. Тем не менее, есть такая мысль, что в странах Азии, так сказать, белый человек никогда до конца не станет своим. Все равно здесь будут какие-то какие-то перепоны какие-то, вот, что-то, что-то будет ему мешать. Это на самом деле так, или это лишь предубеждение некоторых людей? Я думаю, что это предубеждение. Почему? Записы могут стать свои. Мы здесь вот живем, мы уже тут местные, да, понимаем, все, как мы знаем, то есть абсолютно адекватно, и никаких проблем нет. Тем более, что Вьетнам и Россию связывают такие долголетние... Да, это правда. Да, поэтому как раз тут вообще нет проблем с этим. Россиян любят, уважают и помнят. Вне политики. Ну, в том числе. Хотя они, если так можно сказать, что они американцы, да, как-то могут недолюбить. Нет, они абсолютно дружелюбны, дружелюбны и ко всем. Ну, менталитет буддистский, я так говорю, хотя сейчас, конечно, за время советского, так вот, социалистического, их прошлого, да, тоже это все вымывалось. Но в любом случае, менталитет, он не годами, да, формируется, а, можно сказать, столетиями. Вот, это вот их буддистское мировоззрение, такой позитивчик, он имеет место, но, конечно, капитализм здесь тоже начинает шагать большими шагами и чувствуется его негативное влияние. Ну, что ж, спасибо вам большое за рассказ про Вьетнам, про вашу жизнь. Очень надеюсь, что вы себя обязательно найдете, здесь или там, или здесь и там, одновременно. Спасибо вам. До свидания. Приезжайте в гости, будем рады. Счастливо всем. Кто-то из России уезжает, кто-то предпочитает остаться, а кто-то, как наш герой Александр Смирнов, пытается совместить в жизни работу на разных континентах. Границы между государствами преодолеть на самом деле легко. Гораздо сложнее преодолеть границы собственного сознания. Я с вами прощаюсь. Это была Наталья Клынина и проект «Человек на карте мира». Продолжение следует...